В период роста, когда мы подростками, особенно девочки, да, у нас девочки начинают в лет 15 соблюдать диеты различные, мужчины начинают соблюдать диеты тогда, когда врач запретил, вот, а девочки начинают гораздо раньше и перестают кушать полезные продукты, переходят на вкусненькое, то, что быстренько сгорает, то, что вроде с чего не полнеют, но и никакого биологического смысла эта пища не несет, да, и вот получается, что если мы с вами не кушаем полноценно, то наши нервные, ну ладно, другие клетки, да, но нервная ткань, нервная клетка расти не может, почему? Потому что ей нужен жир, ей нужен белок, ей нужно мясо, ей нужно молоко, ей нужно яйца, ей нужно различные там масла, различные жиры, мы этого не даем и получаем в конце концов то, что нервная клетка, нервная ткань развивается неправильно. И не потому, что она плохая, не потому, что там у нас с генетикой проблема, а именно потому, что мы по какой-то причине недополучаем тех или иных компонентов для роста, для обеспечения роста нервной ткани. И поэтому, чем больше и длиннее должен отрасти отросток, да, тем качественнее должно быть наше генетикое питание. И для того, чтобы нервная ткань состоит, да, как и любая, у нас белка, и находится, вообще, когда решили, все, что находится внутри нервной клетки, это белок, да? Вот, и когда стали выяснять, какое же количество белков находится в нервной ткани, то, по-моему, считают до сих пор. Потому что доказано, что для того, чтобы клетка, вот, например, да, чтобы мы могли взять стакан. Вот, как зовут вас? Нино. Нино. Вот, чтобы Нино могла обмахиваться веером, да, ее нервные клетки должны подружиться с какими-то другими нервными клетками, которые будут обеспечивать вот этот процесс обмахивания. То есть, открыть веер и обмахиваться. И вот для того, чтобы научиться вот это делать, нервные клетки, которые отвечают, будут отвечать за этот процесс, должны выработать определенный специфический белок. И на сегодняшний день насчитано, что для, вот, даже, вообще, для любого, для любого навыка, для любого действия, вот, платочек сложен, да, противоэлементарное действие, но нервная клетка должна для того, чтобы произвести это действие, клетки, которые будут иннервировать вот эти мышцы, будут действия вот это производиться, нервная клетка должна выработать специфический белок. И насчитано, на сегодня подсчитано, что в каждой нервной клетке до полутора тысяч специфических индивидуальных белков. То есть, одна клетка вырабатывает до полутора тысяч белков. Представляете? Если, например, клетка, бета-клетка поджелудочной железы вырабатывает издадин белок, который называется инсулин, если клетки гипофиза вырабатывают шесть видов белков, да, это гормоны гипофиза, то клетка, нервная клетка, для того, чтобы осуществить свою деятельность, может вырабатывать до полутора тысяч различных белков. Тогда ответ, да, тогда и чувствительная функция, и анализ и ответная реакция будет адекватной. Правильно. Но что в первую очередь для этого нужно? Нужно поступление в рационе нашего, так, хорошего, качественного пищевого белка и желудка.